Добрый день, дорогие друзья! Итак, продолжаем наше занятие английским языком. Я надеюсь, что все то время, которое мы не виделись, вы неуклонно продолжали наращивать драгоценные минуты за прослушиванием образцов английской речи, читали книги и добавляли в свой индивидуальный словарик, новые слова. Все это делается вами для того, чтобы преодолеть пресловутые три порога, которые отделяют вас от понимания и эстетического наслаждения от усвоения лучших образцов англоязычной литературы и киноискусства. А вы все большие молодцы! Сохранять мотивацию и высокую работоспособность при выполнении такой сложной задачи, как изучение иностранного языка, это ключевой фактор для достижения поставленной цели. И я тоже потратил это время не зря. Ко мне в гости приехала племянница с двумя сыновьями 6 и 10 лет. Старшего я имею возможность наблюдать полтора года, в три с половиной, в шесть и в десять лет. Английский язык он начал изучать в садике. И вот уже изучает его шестой год. Два года его водили в садике к преподавателю и в школе он продолжает обучение языком. Я считаю его одаренным ребенком. Он с трех лет знает все буквы русского языка. С пяти лет читает книги. Он по неволе стал добровольцем-испытателем, пропагандируемым мною в практике обучения. И занимаясь с ним, я обратил внимание на определенный факт, который сразу бросился мне в глаза. Меня поразила неусидчивость ребенка. Я задумался, а что же мне в детстве позволяло проводить долгие часы за учебой и чтением. В школе я был, как это тогда называлось, успевающий ученик. Сам же я себя особо среди сверстников не выделял, потому что вне класса и за пределами школьной ограды эти ребята были или более сообразительными, чем я. Они ходили кто в музыкальную школу, кто в художественную студию, кто-то посещал танцевальный кружок. А были и те, которые были гораздо ловчее меня. Это малолетние физкультурники, которых родители водили в спортивную секцию. Но вот в школе я действительно опережала буквально на одно или два предложения, за что меня всегда и отмечали преподаватели. Так в чем же был секрет нулевода так называемого успешного обучения? Дело в том, что все свободное время я посвящал лепке фигурок из пластилина и располагался за этим занятием на полу, сидя на коленях и поджав под себя ноги. Странным образом это положение положительно сказывалось на моей работоспособности и учтечивости. Поэтому даю вам совет читать книги в следующем положении. Конечно, долго оставаться в таком положении на первых порах очень тяжело. Для первого времени достаточно 5-10 минут. Это будет отличный результат. Постепенно время можно нарастить до 40 минут и более. Повторяю, что многим следование моему примеру покажется трудным или же неуместным. Что же, ищите собственные приемы, способные вам помочь. Я лишь делюсь тем, что в большей мере способствовало моему прогрессу. Раз уж мы начали обсуждать физический тонус и высокую работоспособность при интеллектуальных занятиях, обращу ваше внимание на то, что я время от времени кручу головой. Вертеть головой в свое время советовал знаменитый нейрохирург-академик Амоса. Я с удовольствием следую его примеру. Считается, что после таких упражнений кофе лучше поступает к сосудам головного мозга и обогащает и питает его необходимым ему для интенсивной деятельности кислородом. Альтернативой чтению на коленях является чтение стоя. Для этих целей я заказал себе некое подобие конторки, за которой стояли песцы во времена не столь отдаленные. Занятия за конторкой позволяют время от времени снять напряжение. Можно потянуться или даже присесть. Сам я практикую работу стоя, попеременно занятиями сидя на полу. Если же кому-то из вас оба эти способа окажутся не под силу, а стоятся другой верный способ занять положение во время занятий, пожалуйста, не используйте кресло, выберите что-нибудь потверже. А еще лучше использовать в качестве стула большой массажерный шар, который продается в любом отделе спортивных товаров. Если мы отметили положение благоприятное для высокопродуктивной и интенсивной работы, то следует отметить позы, которые противопоказаны тем, кто хочет долгое время оставаться максимально сконцентрированным и высокопродуктивным. Итак, мы снова все наше время посвятили экстралингвистическим факторам, которые, оказывается, в большей мере определяют результативность наших занятий. В следующем ролике я, наконец, постараюсь перейти к языковой части нашего обучения. Надеюсь, что этот ролик тоже окажется полезным. Не отступать и не сдаваться. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях я жду вопросы, на которые постараюсь ответить. See you soon. Bye-bye.